Всем привет, друзья! Сегодня стартовал первый официальный сезон многопользовательской онлайн-стратегии на блокчейне, которая называется Clash of Molans. Игра очень похожа на такие известные проекты, как Rise of Kingdoms, Clash of Clans и Rise of Empires. Только тут есть возможность реального заработка. В общем, в этом видео я покажу геймплей, а также расскажу основные принципы, как тут можно заработать. Поэтому не забудьте поставить лайк авансом, а я начинаю. Ну и давайте начнем, наверное, с геймплея. Вот так вот выглядит игра. Это вот мой самый замок внутри. Есть и браузерная версия, также есть версия для мобильных телефонов, что очень и очень даже удобно. Ну, в общем, геймплей очень похожий для самого жанра такой игры. Поэтому я думаю, что вот прям фанаты, любители жанра тут быстро разберутся. Поэтому я не буду в этом видео вот прям подробно рассказывать, что здесь, к чему и так далее. Если кому-то интересна вот эта игра и так далее, пишите в комментариях. Я сделаю подробные гайды с разборами героев, с разборами стратегий, какие издания для чего нужны и так далее. В общем, кому интересно, пишите. Здесь я вот просто покажу, как здесь, что, в чем смысл и так далее. Ну вот, собственно, мой главный замок. Сейчас я на 10 уровне. Кстати, сезон стартовал только сегодня. И прям вот, если кто-то хочет, может прям быстро-быстро залететь и успеть еще даже побороться за призы, которых я чуть позже расскажу и так далее. Ну и небольшое объявление. Мы набираем людей, игроков в кланы. Кому интересно, потому что здесь очень много зависит на самом деле заработок, зависит от кланов. Поэтому кому интересно, заходите в телеграм, пишите. Или мне в телеграме, в личку, или в группу. В общем, будем обсуждать. Итак, геймплей, ребят. Смотрите, ну, в общем, тут строение, конюшни, бараки, тренировочные лагеря, академия, науки. Все, в общем, как в лучших традициях жанра. Только еще здесь есть внутренние территории, которые тоже дополнительно ресурсы производят тебе. Которые там, ну, другие игроки на них нападать не могут. А ты их тут вот можешь захватывать. Всякие башни проходить, квесты и так далее. Плюс еще есть ивенты. Разный ивент, разные дни. Когда-то нужно там собирать ресурсы с ферм, когда-то нужно драться, когда-то нужно там гоблинов бить и так далее. В общем, разные ивенты по расписанию выполняем, получаем разные плюшки. Дальше, смотрите, мировая карта. Мировая карта. Здесь вот этот вот замок, да, такой, он как бы, его может захватить альянс. Давайте я вам общий план покажу. Вот, видите, тут их много. Есть нейтральные, они желтым, да, подсвечены. В них можно заселяться только тем, кто в этой фракции, так скажем, родился. То есть, когда вы начнете играть, вам игра предложит выбрать фракцию. Их всего, по-моему, пять. Вот это, вот это, вот это и вот это. А, еще вот это. А, нет, вот это даже. Шесть, да. В общем, выбираете фракцию, в которой вы появляетесь. И сразу появляетесь вот в этом желтеньком замке. Он нейтральный. В нем могут все игроки появляться. То есть, вот смотрите, вот так вот он выглядит, да. И вы вот здесь вот внутри, внутри находитесь, да. Вот мне, еще даже я обучение не до конца прошел. Вот они, видите. Вот все игроки вот так вот примерно появляются. То есть, и дальше уже образуется альянс, который может захватывать вот здесь вот мосты, которые преграждают путь. И захватывать уже замки второго уровня. И, как говорится, расширять свои территории. Ну, а эти, соответственно, захватывают отсюда. Ну, и, в общем, тут происходят битвы. Дальше, дальше все смещаются в центр. Захватывают замки третьего уровня. Ну, и конечная цель, как бы захватить трон, который альянс трон захватывает. Ну, он, как правило, и выигрывает, и получает бонусы, да. Дальше, что тут есть на самой карте. Ну, вот мы сейчас замок один захватили. Я вот сюда переместился. Ну, и, собственно говоря, когда я нахожусь здесь, меня никто не может атаковать. Атаковать могут только мои фермы, которые добывают мои ресурсы. Вот видите, у меня здесь вот ребята добывают ресурсы. И другой игрок там с рождующего альянса может прийти, атаковать мою ферму и забрать там половину ресурсов, да. То есть, вот такая здесь схема. Вот такие вот здесь вот бои. Ну, вот они отряды, собственно говоря. Вот мои отряды, я вам покажу свои. Вот пока что у меня четыре отряда. Можно открыть еще пятый отряд. Ну, и герои, соответственно, есть красный легендарный, желтый эпический. Есть еще розовый там редкие, синие там обычные. Короче говоря, ну, я им как бы не играю, поэтому не могу вам их показать. Ну, и вот, собственно говоря, собственно говоря, вот такой вот простенький геймплей. Вот тут вот альянс, технология альянса. В общем, все как в лучших традициях жанра. Ребят, я лично сам много игр поиграл этого жанра, поэтому могу оценить, скажем так, эксперт на эту игру. И я вам скажу, что игра на высшем уровне. На высшем уровне сделана. Так, ну что еще про геймплей рассказать? Наверное, ну, наверное, если вкратце вот так все, видео затягивать не буду. Еще раз говорю, кому интересно, пишите в комментариях. Если есть среди моих там подписчиков, аудитории, которому интерес, буду записывать подробные гайды, разбирать героев и так далее. По геймплею все, давайте двигаться дальше. Ну, и давайте, собственно, теперь про заработок. Как тут можно зарабатывать? Ну, первое, самое простое, на чем тут зарабатывать? Это, конечно же, призовой фонд. Да, то есть, вот вы видите такие награды. Здесь за, ну, то есть, призовой фонд состоит из четырех частей. То есть, вот здесь за процветание, за бои на арене начисляются, за количество героев и за престиж, который вы получаете в битвах. В общем, за все начисляются призовые токены. Да, то есть, ну, давайте вот, например, просмотрим за процветание. За первое место дают 2700 токенов Мбокс и 75000 токенов МЕГ. Давайте я быстренько сейчас посчитаю. 2700, сегодня курс 0.65, это 1755 долларов, да, и 75000 МЕГ, курс 0.07, это еще 5200, 5250. В общем, ребят, только вот здесь за первое место дают, так, 1755, 7000 долларов. Это первое место, ну, вот второе, третье, там, посчитайте сами, кому интересно, там, посчитать. Это только первое. Вот здесь чуть-чуть поменьше дают, ну, если там 7, здесь где-то около 5, да, здесь еще чуть-чуть поменьше, наверное, около 3, и престиж, наверное, тоже будет около 7, то есть, ну, вот, считайте, за первое, если все четыре первых места взять, то где-то выйдет 22000 долларов, ребята, по курсу на сегодня. То есть, если все взять первые места, то есть, если взять первые места, 22000 призовой фонд, ну, и, как вы видите, даже если там попасть хотя бы в топ-10, в топ-10, ну, тоже будет сумма солидная и очень даже неплохая. Вот, но это, ребята, это еще не все. Дальше, второй вариант заработка здесь, который может идти, кстати, параллельно, это монумент, да, есть такое сооружение монумент. И здесь в монументе, когда вы покупаете героев, там, или с рынка, или их, там, призываете, да, там, за свитки, которые там покупаете и так далее, да, вы их можете привязать, и за каждого привязанного героя вам начисляют очки. Вот сюда начисляют сезонные очки, которые вы получите сразу в этом сезоне, а вот сюда начисляют очки приключений, которые вы будете получать в этом сезоне и потом каждый последующий сезон. Ну, проще, давайте, еще вам проще скажу, вот смотрите, есть герой, например, да, вот, ну, возьмем вот этого эпического героя, вот смотрите, если его привязать сейчас, то в этом сезоне сразу я получу Мбокса 15 и Мека 28, ну, потому что здесь акция, сейчас чуть попозже про нее расскажу. И каждый последующий сезон с этого героя я буду получать еще по 28 Меков, постоянно, ребят, а стоит он на рынке, если его сейчас на рынке брать, например, он стоит сейчас, там, 22-25 Мобоксов можно взять. Ну, вот и посчитайте выгоду, да, то есть, герой стоит на самом деле недорого, копейки, то есть, вот в этом сезоне, и отобьет он себя через 2-3 сезона, плюс вы получаете, как бы, игровую силу, можете уже бороться за призы и так далее, да, ну, вот, 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 как-то так, да, то есть, очень выгодная штука, и в этом сезоне еще дают Меха на 25% больше, то есть, вот, первый сезон разработчики дали всем такой вот бонус на 25% больше дают Мека, и плюс еще, когда покупаете вот эти вот бандлы, да, паки, тут тоже начисляют вам Бокс и Мек, скажем так, еще, если проще сказать, это ваш кэшбэк, основную часть вы, которую получите за каждого героя или за каждый этот пак в этом сезоне, и потом еще каждый сезон будете понемногу, понемногу, понемногу получать, то есть, это на самом деле очень и очень выгодная штука, вот, ну, в дальнейшем, допустим, потом, когда вам надоест уже играть, там, захотите, там, бросите и так далее, вот, вы можете просто на полупассиве забирать каждый месяц свой Мек и, пожалуйста, получать, да, там, ну, в зависимости от того, насколько у вас аккаунт прокачан, если хорошо, аккаунт прокачан, топ игроки, они где-то в месяц, чисто вот на таком полупассиве, ну, где-то 2-3 тысячи долларов забирают топ игроки, игроки там среднего левела, там, 500-700 долларов, ну, у меня наподобие в Чаймзи Арена, примерно, ну, такого же уровня аккаунт, я там, чуть ниже среднего игрок, скажем так, ну, вот, у меня где-то 700 долларов на пассиве с этого меха выходим, да, ну, в общем, в общем, вот такие заработки здесь, вот такой, ребят, геймплей, еще раз повторюсь, пишите в комментариях, кому интересно, гайды, буду писать гайды, кто хочет залететь, залетайте, кому нужен клан, да, заходите в Телеграм, пишите в Телеграме, обязательно вам подберем какой-нибудь клан, есть сильные, есть не очень сильные и так далее, в зависимости от вашего уровня игры и от вашего результата, который вы хотите добиться в итоге. В общем, ребят, на этом все, до встречи на игровых полях.